Добрый день, меня зовут Елена Тачинская, я являюсь консультантом магазина здоровья и долголетия garbuzov.org. И сегодня мы с вами поговорим на одной из животрепещущих тем, а именно антипаразитарная очистка. Уже давно доказано, что паразиты могут вызывать различные заболевания в организме человека. Это и опухоли, и развитие миом, и эндометриоза, образование желчекаменной болезни и различные-различные заболевания. Врачи уже пришли к тому, что лечение всех этих болезней надо начинать именно с антипаразитарной очистки. В принципе, и сами люди уже к этому подошли, понимают, и это мы видим по частоте обращений к нам. Химическими препаратами добиться антипаразитарной очистки практически невозможно, то есть одна таблетка способна вывести взрослую особь, но не способна справиться с яйцеглистом. Поэтому обычно это длительные курсы растительными безопасными препаратами. Хочется также упомянуть, что к антипаразитарной очистке относится не только борьба с гельминтами, но туда же относится борьба с вирусами, бактериями, грибками и простейшими. Сегодня я вам хочу рассказать о растительном препарате от компании Аптисалт – это Метавит. Компания Аптисалт себя позиционирует как компания, которая пользуется только натуральными компонентами. Их травы – это дикорастущие травы. По Метавиту есть очень большой спектр свойств – это антигрибковое, антибактериальное, противовирусальное и антигельминтное свойство, жаропонижающие. Наверное, чтобы понять, почему у одного препарата такой обширный спектр свойств, надо близко подойти к его составу. Трав у нас сейчас нет в наличии, поэтому мы будем вам выводить их на экран, чтобы вы еще могли и видеть наглядно, что же входит в состав. И начать, наверное, хочется с тысячелистника, который по латыни очень красиво звучит, как Акелия милифолиум. И если с милифолиум все понятно, мили, тысяча, фолиум, листов, тысячелистник как раз получил свое название за многочисленные свои листовые сегменты, то Акелия вид рода получил по мифологическому герою Ахиллу, который, говорят, применял в лечении ран тысячелистник. То есть, тысячелистник уже известен с древних времен, и именно действительно он является очень хорошим антисептиком. Еще его по-другому называют солдатская трава. Также он применяется и внутрь, обладая большим спектром свойств антисептическому снаружи и внутри. При этом он обладает антимикробными свойствами, он улучшает функцию ЖКТ, способен снять головные боли и даже истерии. Следующая трава – это пижма. Пижма за собой закрепила какую-то очень сомнительную репутацию, так как трава считается ядовитой, многие люди боятся ее принимать. Действительно, пижму раньше принимали в гельминтных сборах как самостоятельное средство, и очень часто были отравления. Фармацевтические компании уже давно разработали пижму как для применения, то есть они знают, сколько и чего надо применять. Ее часто используют в противогельминтных препаратах. Это и у компании Аптисалт, и у компании Витаук, где от Кистопразит также содержится пижма. Я в детстве вообще считала, что пижма – это осыпавшаяся ромашка, такая ромашка, на которой погадали. Но на самом деле свойства у нее обширные – это и желчегонный препарат. Есть, кстати, фармацевтический препарат, именно как лекарственный апрец, средство Таноцехол называется. Его также назначают часто врачи именно при проблеме с печенью, так как пижма улучшает не только желчегонным обладает свойством, но она еще обладает таким свойством, как улучшает качество желчи. Также обладает спазмолитическим свойством и также нормализует функцию желудочно-кишечного тракта. Следующая трава – это одуванчик. Вот одуванчик давно закрепил за собой звание целителя, но, мне кажется, в последнее время был немного подзабыт. Если вспомнить, в старые времена одуванчик использовали практически все части, и его применяли и в салаты, делали из него варенье. Я тут недавно, кстати, узнала, что вино из одуванчиков – это не повесть Рейбрейдбери, а действительно существует вино из одуванчиков. Интересно теперь, как на вкус. Кстати, если кто-то пробовал, можете написать в комментариях, понравилось вам или нет. А если говорить о свойствах самого одуванчика, он обладает большим количеством витаминов, в том числе у него содержится еще и рутин, который будет укреплять сосуды. Также витамин С, каротиноиды, что будет хорошо поддерживать и зрение. Также одуванчик обладает иммуностимулирующей функцией, улучшает работу желудочно-кишечного тракта. Он способен понижать холестерин и обладает отхаркивающим действием, поэтому очень часто одуванчик включает состав именно отхаркивающих сборов. А следующее растение – это люцерна. Люцерна также богата витаминами, в том числе она содержит в себе еще магний и железо в небольших количествах, но все-таки это большой плюс люцерны. Она улучшает обмен веществ, снижает холестерин, повышает иммунитет. Но если говорить о люцерне, наверное, стоит упомянуть, что ее надо очень аккуратно принимать беременным. Она способна повышать тонус матки, что может привести к не очень хорошим последствиям. Обычно люцерну назначают все-таки под наблюдением врача. И людям с аутоиммунными заболеваниями, такая как системная красная волчанка, ревматоидный артрит, склеродермия, тоже надо принимать аккуратно. Она может обострить и вызвать воспаление. Следующее растение у нас черника. Но черника всем известно больше как в составе комплексных препаратов для зрения. Действительно, она питает нашу сетчатку и поддерживает зрение. Но также она обладает вяжущими свойствами. Ее очень часто принимают в лечении диареи. Обладает противогнилостным. Она способна выводить гнилостную микрофлору. С противоонкологическими свойствами. В ней содержится много витаминов и содержатся еще антоцианы. А вот антоцианы у нас относятся к антиоксидантам. Тут, наверное, стоит еще поговорить об антиоксидантном свойстве. Потому что, заметила, не все люди понимают, что же это такое. Если рассказать более простым языком, то в процессе жизнедеятельности наши клетки выделяют побочные продукты. Это и есть свободные радикалы. Свободные радикалы имеют разрушительное свойство и окислительное на наши клетки. Когда окислительный стресс накапливается, он вызывает различные заболевания. То есть онкологические заболевания, проблемы с сердечно-сосудистой системой, Альцгеймера и многие другие. Антиоксиданты – это вещества, которые как раз способны нейтрализовать и вывести свободные радикалы. Черника является одним из топ-продуктов, которые содержат в себе антиоксиданты. Также антиоксиданты, которые вы хорошо знаете, – это селен, витамин С, витамин Е, витамин А. И наличие таких антиоксидантов как раз-таки замедляет старение организма, способно повысить иммунитет и борется с негативным влиянием на наш организм. Следующая трава – хвощ полевой. Он всем известен больше как мочегонное средство, однако он обладает также антигельминтными свойствами. Он способен выводить из организма соли, токсины, яды и даже тяжелые металлы. Обладает также противоспалительным свойством и очень часто принимается при подагре. И последняя наша трава – это кукурузные рыльца. Они обладают желчегонным свойством, также обладают антигельминтным свойством, богаты витаминами, в них содержатся витамины А, Е, П и применяются даже при борьбе с атеросклерозом. То есть из вот такого состава, как мы видим, все травы обладают просто многочисленным спектром свойств. И поверьте, это далеко не все, что я вам перечислила. У нас и выходит большой спектр показаний. Препарат метавит применяется у нас и в борьбе с вирусными, бактериальными инфекциями, с паразитарными инфекциями. Применяется он для профилактики опухолей, а также восстановление после лучевой и химиотерапии. Различные кожные заболевания, дерматиты и экземы. Лор-заболевания, проблемы в работе с желудочно-кишечным трактом и воспалительные заболевания желудочно-кишечного тракта. Нервные состояния. Прием у препарата по одной капсуле два раза в день. Но тут хочется сказать, что, во-первых, препарат метавит обязательно надо принимать в комплексе. Он был специально разработан для комплексного применения с препаратом Артромакс, который будет выводить и токсины. То есть метавит у нас убивает и обезвлеживает паразитов. Артромакс создан именно для снятия интоксикации. И комплексная программа рассчитана на минимум на три месяца, с перерывом между месяцами в 7 дней. При каких-то затяжных паразитарных инвазиях или хронических заболеваниях, то есть этот курс может увеличиваться даже до полугода. Флакона хватает на месяц. Здесь 60 капсул. Обязательно совместный прием с Артромаксом. Обязательно соблюдать водный баланс, потому что нам снимать интоксикацию надо с соблюдением нормы. То есть тут можете сделать расчет индивидуальный 30 мл на каждый килограмм вашего веса. Придерживаться антипаразитарной диеты, то есть исключить желательно сахар, можно мед в небольших количествах, исключить жареную, жирную, копченую и соленую пищу. Молочку ограничить рыбой, мясо термически хорошо обработанное, это можно, пожалуйста. Также можно добавлять кислые овощи, фрукты, сейчас та же черника, голубика, клюква, брусника будут очень помогать вам в борьбе с паразитами. При этом у компании Аптисал существуют также и другие разработанные комплексы с немножко другими составами. Это Апифен, с ним также принимается обязательно витонорм для снятия интоксикации, либо Метасепт с витонормом. С двумя этими комплексами добавляется обязательно препарат Бактрум, который будет помогать и служить нам, пребиотикам, он будет помогать именно нашим бактериям. Их питание будет развивать нашу кишечную микрофлору. Соответственно, либо развиваются наши микроорганизмы, либо патогенная микрофлора. Поэтому это обязательное условие. И добавляются витаминно-минеральные комплексы, либо Максифам, либо Вимицин, которые будут помогать вашему организму восстанавливаться и также сопротивляться патогенной микрофлоре. Наверное, если говорить об антипаразитарной очистке, конечно же, нельзя не упомянуть компанию Витоукт. За что я люблю Витоукт? То, что у них в составе есть черный орех. Кстати, если кто-то любит именно капсулированную форму, а компания Аптисалт идет вся в капсулах, компания Витоукт – это жидкая формула. Но есть у них препараты на черном орехе, которые можно совмещать также и с комплексами от Аптисалт. Тот же Юглон – это будет чистый орех черный. Вы можете совмещать его как третьим компонентом к любому комплексу. Если говорить отдельно о комплексной программе от Витоукт, она также рассчитана на 3 месяца. Повторюсь, это именно связано с циклом развития паразитов, чтобы воздействовать на все их стадии. В первый месяц у нас применяется девятка стопразит и гипотроп. Девятка стопразит будет уничтожать гельминтов, гипотроп будет снимать интоксикацию и помогать выводить паразитов из печени. Хитозан будет служить хорошим адсорбентом и выводить дополнительные токсины, в том числе патогенную микрофлору. На второй месяц применяются уже Юглон и Форпост. Здесь будет Юглон служить как дополнительный антипаразитарный препарат. Форпост будет также служить как сарбентом. В любой месяц добавляем хитозан, либо еще есть препарат у нас фульвагуминовый комплекс. Фульвагуминовый комплекс тоже обладает широким спектром свойств, потому что он и токсины шлаки выводит, но также он нормализует работу желудочно-кишечного тракта и в первую очередь кишечника, помогая нашим бактериям также развиваться. И вы можете его принимать в любой месяц, но обычно я его рекомендую принимать все-таки с девяткой стопразит и гипотроп хотя бы в первый месяц, а потом уже уходить вместе с ними на бактрум, потому что любая клетчатка, которая относится у нас к бактрум или будет апсилиум, будет помогать в работе желудочно-кишечного тракта, особенно кишечника, чтобы у нас правильно выводились естественным путем все ненужные нам продукты. И на третий месяц заключительный у компании Витаукт это идет препарат Мертобиотик с повторением гипотропа. Мертобиотик обладает противовирусным свойством, антибактериальным, он служит как природный антибиотик и гипотроп соответственно также будет очищать и поддерживать печень. Кстати, про работу печени не забывайте, пожалуйста, потому что именно она залог нашего хорошего пищеварения. Я вам рассказала про различные антипаразитарные комплексы. Три главных препарата от компании Аптисалт это Апифен, Метасепт и Метавиль. Но эти препараты не рекомендуется принимать совместно. У них практически одинаковый состав за исключением некоторых трав. Не могу вам сказать, что из них лучше, что хуже. Каждый человек подбирает, наверное, по себя и по своим свойствам. Но совместный их прием не нужен. Это практически все одинаково. Если вы хотите усилить все-таки антипаразитарную программу, тогда рекомендую вам воспользоваться препаратами от компании ВИТАУКТ. Это либо юглом, экстракт черного ореха, который обладает мощными антипаразитарными свойствами. Либо это уже девятка стопразит, в которой будет содержаться 9 трав и она будет отличаться по составу от препаратов компании Аптисалт. Про Артромакс мы расскажем вам в следующем видео. Что для этого надо сделать? Подписаться на наш канал, чтобы не пропустить. Ставьте лайки, мы их коллекционируем. До новых встреч и будьте здоровы!